Так, ну что, я сегодня думал по-другому построить день, но пускай этот день будет днём молчания в память о Либерш. Самое ужасное, конечно, в этой трагедии, что по предварительной информации, она пролежала в квартире мёртвой почти 40 дней. 40 дней. Никто не сподхватился её. Ещё одна очень грустная история в этой печальной трагедии о том, что мама её о смерти очень узнала из социальных сетей. Ух, и это, конечно, очень завораживает в такую, знаете, аж дрожь по телу идёт от таких ситуаций, потому что можно спросить, ну как же так? Как же так? Однозначно что-то произошло, однозначно тому были причины. Однозначно у такого тотального одиночества всегда есть очень понятная сторона, почему человек находился именно вот в таком моменте. Но это очень грустно, поэтому, если вы на кого-то обижены... Ладно, не буду умничать, скажу в простоте. Если кто-то вам близок, то поводов на долгое время, при этом, с ним общаться нет. Есть гораздо больше поводов побегать. Сейчас я думаю, что многие просто в случае Либерш будут кусать себе локти и всё же себя винить, что они не оказались рядом, когда они были так нужны. Надеюсь, вас это учить не настигнет. Вот. Наверное, огромную роль сыграли люди, кто следил за Либершей, был подписан. И вот насколько оказалась важна поддержка и любовь людей, кто наблюдал за её жизнью. Потому что это те люди, которые подхватились, которые начали бить тревогу. И очередной раз просто хочу сказать спасибо вам, ребята, что вы есть, что вы наблюдаете, что, когда приходит беда, вы это замечаете. Вот. И спасибо вам, что вы были у Либерш, что её поддерживали, ей помогали. Вот. И грустно, что теперь её с нами нет. Поэтому всем, кто не прошёл мимо, огромное человеческое спасибо вам.